Силами регионального командования Онтустек по всему периметру круглыми сутками ведется охрана границ Алматы. Ранее были задержаны четверо нарушителей режима карантина. Они планировали перейти реку Аксайка в западной части мегаполиса, минуя блокпосты. Но мужчин остановили бойцы национальной гвардии. Правонарушители привлекли к административной ответственности и арестовали на пять суток. Река Аксайка, разделяющая границы Карасайского района области и города Алматы. Вся ее территория оцеплена бойцами национальной гвардии. По словам военнослужащих, ежедневно десятки людей пытаются нелегально проникнуть на территорию города или же покинуть мегаполис. Но доблестные военные не покидают своих постов, дабы не позволить нарушить режим карантина. В связи с инцидентом региональное командование Онтустек обратилось к жителям Алматы и Алматинской области. Военнослужащие призвали людей не пытаться нелегально пересечь границу. Организована боевая служба по обеспечению изоляционно-ограничительных мероприятий в Алматинской области. Благодаря умелым и четким организованным действиям военнослужащих части, проход через реку Аксайка в город Алматы не допущен. Тем временем в департаменте полиции Алматы заявили об усилении охраны на контрольно-пропускных пунктах. Сегодня закрыли 30 объездных троп по всему периметру города. Из них 15 в Алатауском районе, в Житусусском 7, в Наурсбайском 4, в Турсибском районе 3 и всего одна в Медеуском. Перекрытие окольных путей, ведущих в город бетонными ограждениями, поможет пресечь незаконное проникновение людей на территорию мегаполиса. В этой связи на всех объездных путях выставили оцепление солдат нацгвардии. В несколько таких объездных троп мы сегодня с утра объездили. Стоят жители Алматинской области, вот так рвутся в город Алматы. Причем аргументов веских нет ни у кого. Кому-то в гости, кому-то еще куда-нибудь там погулять. При этом очень коробит тот факт, что люди сами не осознают, что это прежде всего эти меры делаются для безопасности, для их же безопасности, безопасности их жизни и здоровья. По данным департамента полиции, по пропускной системе всего за сутки в город заехало около полутора тысяч единиц автотранспорта и выехало столько же.